Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Франсуа Леопольд Фламенко. Французский художник, гравер, иллюстратор. Я пользуюсь Википедией. Родился 6 декабря 1856 года в Париже. Сын известного художника и гравера Леопольда Фламенко. Обучая живописи своего отца, он поступил в школу изящных искусств Парижа в ателье Александра Кабанеля, а затем в ателье Пьера Эдмона Александра Эдуэна и Жанна Поля Лоренц. В 1875 году дебютировал в салоне французских художников своим полотном Аналой. 30 ноября 1881 года женился на Генриэте Турке, родителями которой были Эдмон Турке и заместитель государственного секретаря по изящному искусству. В их союзе родились двое детей – Мари и Жан. Жан погиб во время Первой мировой войны. Друг американского художника Джона Сингера Саржента и Поля Элео. Он основал свою мастерскую примерно в 1900 году в Париже. В 1891 году разработал эскизы первой французской четырехзвездной банкноты номиналом 1000 франков. Оцененный царем Александром Третьим, который купил у него картину под названием «Купание придворных дам», был приглашен в 1894 году в Гатчину России для создания серии портретов аристократических и придворных деятелей. С 1895 по 1897 год участвовал в оформлении нового зала «Фавар» Национального театра комической оперы в Париже. В 1900 году выполнил декоративное панно «Париж» для большого зала ресторана «Лег Тренблю» на Лионском вокзале в Париже. Франсуа Фламенко был назначен профессором школы изящных искусств Парижа в 1925 году, где у него было много учеников. В том же году он стал членом Академии изящных искусств, заменив Уильяма Бугро. Одновременно является почетным президентом общества французских военных художников. В 1912 был избран мэром коммуны Куржан. В 1914 был одним из первых армейских художников, присоединившихся к миссиям в армии. Он объезжал фронт с машины и ее водителем, находясь во всех уязвимых местах, но с кратковременным пребыванием. В нем он делал наброски, которые затем переводил на холст в мастерской, отдавал предпочтение историческим сценам. Он с такой же легкостью рисовал жанровые сцены и портреты выдающихся личностей своего времени, что обеспечило ему значительную известность. В 1919 году его жена умерла от болезни, заразившейся в госпеле. После ее смерти он продал все свои коллекции, в том числе работы Шардена, Ван Дейка, Латур, Рембрандта и других. Франсуа Фламинг, больной диабетом, умер 28 февраля 1923 года в своем парижском доме. Похоронен вместе с своей женой и отцом на кладбище Септей. Ну вот так вкратце о французском художнике-гравюре и иллюстраторе Франсуа Леопольд Фламинг. Пока-пока, до свидания, смотрим Раму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин